Исторические события, научные открытия, великие люди и праздники. Все самое интересное мы с вами будем узнавать вместе. Здравствуйте, в эфире «Цивилизация». Сегодняшний выпуск посвящен одному из самых сложных искусств – актерскому мастерству. Работа актера – это тяжелый, кропотливый труд. Бутует мнение, что для перевоплощения в того или иного персонажа им приходится ломать свой характер. Но так ли это в действительности, мы выясним у актеров Матичинского театра, драмы и комедии «Фест», а также у психологов. В этот самый таинственный миг, перед тем, как распахнута сцена, до того, как еще не возник мир, в котором творит Малифомена, дух театра, волшебной игры, пробужденной наполненным залом и невидимой вам до поры, я взлетаю над старым порталом, возникаю я в стуке сердец и во взмахе руки дирижера, перед тем, как прийти, наконец, к вам в знакомом обличии актера. Театр, а значит и актерское мастерство, зародились еще во времена Древней Греции и Рима. В далеком 534 году до нашей эры впервые была поставлена пьеса афинского поэта Фиспида. Теперь мировой театр 27 марта празднует день своего рождения. До сих пор так называемый храм Малифомена занимает достойную нишу в сфере искусства и в сердцах многих людей. Но без талантливых актеров театр и мир кино не мог бы существовать, ведь именно их профессиональная игра, соответственно и внутренний мир героев, в которых они перевоплощаются, стали иметь большее значение, чем декорации театра. Актеру приходится меняться не только внешне, но и пропускать через себя все переживания и чувства своего героя. Каково ему в этот момент? За ответом я направлюсь в театр драмы и комедии Фест. Самое трудное, наверное, оправдать ожидания зрителя. Я считаю, что каждая роль оставляет на артисте, как на человеке, отпечаток. Мы берем в себя какие-то черты характера наших героев. Вообще, как бы, все, что мы делаем на сцене, черпаем в жизни, на самом деле. То есть я должен ему обязательно найти моменты, где я его совершенно должен понимать. То есть его резон понимать. Вот и все. Есть такое понятие катарсис. Оно как бы свойственно не только зрителям, но и артистам. Когда идет очень удачный спектакль, ты чувствуешь отдачу от зала, ты понимаешь, что люди, вот они плачут, вот они смеются, и ты сам по себе тоже испытываешь это чувство. Вот это самое главное для меня в театре. Вот этот вот момент сопереживания. И я начинаю лететь, у меня такой кайф образуется. Собственно, если бы этого кайфа не было, я бы, наверное, никогда бы не занимался театром. Наверняка вы слышали о системе Станиславского и его крылатую фразу «не верю». Суть данной теории состоит в том, чтобы актер передал на сцене подлинные чувства своего героя. И в этом персонаже он должен тебе быть близок, ты должен его оправдать, ты должен его понять, почему он так сделал, что его привело к этому. Ведь потом, понимаете, спектакли же не только трагедийные или там драматические, есть комедийные, где мы… Я, например, очень люблю комедии играть, где мы шутим, где мы хулиганим, в хорошем смысле слова. Это, наоборот, помогает даже жить в какие-то тяжелые моменты жизни. Цель системы Станиславского – это достижение максимальной психологически достоверной игры. Но если актер за свою жизнь меняет сотни масок, пропускает через себя множество характеров, не вредит ли это его внутреннему мироощущению и психологическому равновесию? Якоб Марена тоже считал, что весь мир театр и все люди в нем актеры, но не в плане притворства, а в плане того, что вообще, в принципе, психике это свойственно. Специалисты, которые работают в психодраматическом подходе, прекрасно знают и часто говорят о том, что чем шире ролевой репертуар внутри нас, тем выше адаптивные функции личности. Ну, все равно должно быть, конечно, игра между человеком и ролью, в котором он играет. Если это играний нет, то это уже болезнь. Я на рынок! Шалом! Я бы не сказал, что актерская профессия очень сильно влияет на психику. Хотя бы были случаи в истории нашего театра, когда, например, Леонидов, игравший тоже доктора Керженцева в МХТ, после то ли 16, то ли 19 показов спектакля «Мысли» попал в «Сумасшедший дом». Безусловно, влияет. Потому что есть такие личности, с которыми предстоит сталкиваться. Например, тебе нужно сыграть убийцу, и ты много думаешь о том, почему он это сделал, для чего. И вот это вот мышление этого убийцы, ты как-то понимаешь, пытаешься понять это. И, безусловно, может легко по щелчку в твоей психике измениться. И бывало таких много случаев. Но это как-то все равно нужно делать немножко отдаленно. То есть не прям нужно пойти и убить кого-то, чтобы понять, как это делается, а нужно хорошее воображение. Влияют ли на психику сыгранные роли? Ну, я думаю, влияют. Может быть, даже иногда что-то из сыгранного в жизни пригождается, и даже что-то используется. В то же время и в жизни что-то в роли входит. Все взаимосвязано, нельзя отрывать одно от другого, мне кажется. В актерской среде есть множество суеверий. Говорят, что сыгранные актером образы влияют на его судьбу. Многие артисты побаиваются играть мертвых. В России на это совпадение стали обращать внимание, когда не стала Василия Шукшина. В фильме «Калина красная» он очень правдоподобно сыграл смерть своего героя Егора Прокудина. Позднее русский актер, кинорежиссер скончался. Вспомним Олега Янковского. Он снялся в кинокартине «Царь» в роли митрополита Филиппа, который принимает мучительную смерть. Роль стала для него роковой. Таких примеров в истории мирового кинематографа множество. А совпадение это или нет, решать каждому из Вас. Вопрос для того, чтобы понять, почему они гибнут, для этого нужно понять, что такое образ. Это тема, которая очень важная. У меня написана очень большая работа. Называется она «Техникой безопасности в работе актера над ролью». А вот результаты могут быть. Актер вошел в образ и потом уже не вошел в него никогда. Вот этого образа, его не существует. А вы утверждаете, что он есть. Вот этот вот образ, он существует всегда у актеров. Он живой. И если посмотреть на нашу жизнь, не просто вот с нашей обыденной точки зрения, чуть повыше взять, но хотя бы уровень божественный, то мы видим, что Бог един. И то, что Он во всех нас находится одновременно. И поэтому любой человек может в любой момент быть другим человеком. То есть это состояние, оно естественное. И бояться его не надо. Входить, выходить. Ну, вопрос зачем? Какую роль-то человек играет в своей жизни? От обычных людей актеры отличаются тем, что они живут постоянно на показ. Они живут в среде непрерывного оценивания своей деятельности, своей внешности, как вошел, как сказал, как сделал, так или не так. В жизни все играют. Абсолютно все. Актеры делают это профессионально, а те, кто не обучены этому специально, они этого не осознают. И очень часто они играют то, что из них вылазит само. Вот это вот то, что, наверное, актеры могут постоянно отслеживать. И то, чем актеры могут пользоваться. Это большое заблуждение, что актер играет и в жизни. Так вот такого не бывает. Не знаю. Но я понимаю, мне уже такие вопросы, в принципе, задавали. Когда находишься где-то в какой-то криминальной обстановке, вдруг начинаешь играть роль какого-то пахана такого, чтобы тебе все поверили окружающие. Да не бывает такого. Нет. А что вы можете на это сказать? С точки зрения обычного человека, который не совсем осознает, что в нем самом много ролей внутри, конечно, актер может казаться странным. На самом деле, актеры, постоянно исполняя разные роли, они периодически готовятся к какому-то другому, они проигрывают воплощения разные, свои и чужие. Но дело в том, что Станиславский, говоря о том, вот эту знаменитую фразу, что короля играет свита, он имел в виду, на самом деле, что не то, что вот там, если будет у меня много подданных, я тогда буду ощущать себя королем. Он говорил о том, что в роль человека вводит вот окружающая обстановка. И когда ты заходишь в тронный зал, и помимо того, что там присутствует свита, у тебя есть еще мантия и, пардон, корона, а может быть, еще символы власти и статуса. Хочешь ты того или нет, у тебя неосознанно изменится осанка, станет совсем другим тембр голоса, и ты будешь меняться внутренне. Твои внутренние ощущения будут соответствовать королевским, это правда. Тебе это помогает, вот этот костюм, тебе помогает в то время окунуться больше. И вот, например, если короля играть, то надеть костюм короля, корону, и ты будешь по-другому себя чувствовать, даже ощущать сразу. У тебя поменяется пластика, безусловно, потому что те костюмы того времени, 16-18 веков, они, во-первых, сразу спину заставляют держать ровно, осанка, и ты по-другому ходить будешь. Это, безусловно, помогает в любом случае. Актеры могут управлять своим состоянием, и, соответственно, им более, чем другим людям, вот в этой связи, доступно состояние непосредственности. Они очень хорошо знают, где я, а где моя роль. И быть собой для них не составляет никакого напряжения, опять же, потому что опыт публичности и постоянного оценивания, да, для них это привычно. В настоящее время актерская профессия очень популярна. Люди тянутся к известности и богатству. Они не до конца понимают, как тернист этот путь. Никто не может гарантировать успешность, высокие гонорары и узнаваемость. Попастников театральных вузов много, но лишь единицы попадают на сцену театра или в большое кино. Нужно понимать, что мастерство перевоплощения не проходит бесследно для актера. Кто-то приобретает новые знания, кто-то растет духовно, а кто-то повторяет судьбу своего героя, что не всегда положительно влияет на его жизнь. На этом у меня все. Мы встретимся в следующем выпуске «Все самое интересное» в программе «Цивилизация». «Все самое интересное» в программе «Цивилизация». Продолжение следует...